Привет, друзья! Это первое видео в этом году. Прошлое было в октябре 2022 года. Этим месяц я был занят своим проектом, чтобы завершить его. И мы успешно это сделали. Были задержки касательно в конце названия с трейдмарком, но все это обошлось. И в скором времени проект будет доступен для пользователей. О чем проект не будет в этом видео. Просто скажу, что идея создания этого проекта лежит в том, что мне нужен был такой инструмент. И такие инструменты, которые есть в этом проекте в сфере блокчейна и криптовалюты. И инвестиции. Так что первым пользователем и первый человек, для которого все это столько месяцев было построено, это я. Все это в первую очередь нужно мне. Мне, моим друзьям, близким. Потому что с помощью этого проекта многие начинающие инвестора будут намного сильнее, чем они сейчас. И намного более продуманно будут делать инвестиции. Этот продукт во многом будет помогать. Все, в этом видео точка касательно моего проекта. Каждое видео про каждый инструмент, который будет доступен, отдельно сделаю. Но почему я это видео начал с моего проекта в этой сфере? Потому что и тогда, когда занимался фильмами, далее рекламным бизнесом, далее IT-проектами. Когда ты работаешь каждый день внутри, все вопросы, проблемы, которые есть в этой сфере, ты начинаешь их почувствовать, насколько важны какие-то части конкретно в этой сфере. И какие вопросы есть, какие решения есть в рынке. Решают ли эти вопросы полностью твою проблему или частично. Это всегда помогает мне далее делать инвестиции в выборе проектов в моем портфолио. Например, первая DocuSign, одна из моих первых инвестиций, тоже исходила от того, что важность электронного такого подписи была очень нужна, чтобы такое было. Или же это RenderNetwork, нужда которого была еще 10 лет назад, когда я занимался анимацией с моим другом. Касательно RenderNetwork, я бы хотел несколько подробнее поговорить про то, что случилось с RenderNetwork компанией. И неважно, это DocuSign, одна из моих первых инвестиций, которая решала вопросы касательно подписи и печати. Или же далее RenderNetwork, нужда которого была еще и 10 лет назад. Есть и сейчас. Из-за проекта, который я за эти несколько месяцев сделал, в блокчейн-технологии помогло мне намного подробнее понять те проекты, которые, например, нацелены на масштабирование эфириума, типы этих проектов, или же отдельные блокчейны, которые предлагают специфические решения, как upgradable смарт-контракты от CasperNetwork. Насколько они уникальны или нет. Нужда и построение, с точки зрения программного кода, более подробно, детально изучить проекты, которые я инвестирую, зная уже их программная составляющая, которая помогает в понимании его конкурентоспособности, насколько оно сильное или не сильное. Так что и с этим будут много видео, поскольку за эти месяцы очень много, очень интересных изнутри были знания, скажем так, которые будут работать у меня как корректировщики в инвестициях далее. Как и все предыдущие опыты из сфер, где я работал, имел возможность ознакомиться со всей сферой. Да. Так что будут много интересных видео. Но вернемся к самому важному в этом видео. Render Network. Интересно то, что несколько событий произошли. Вот очень хорошие как примеры, чтобы все их взять и понять в итоге, что я сделал правильно, неправильно, инвестируя в Render Network и также рекомендуя, как хороший проект, перспективный проект. Мы знаем, что изменилось несколько вещей в проекте. Первое, что они стали Non-Profit Foundation, то есть компания, которая не в направлении прибыли. Поскольку у моего отца Foundation было долгое время, наверное, два десятка лет, я понимаю, как это работает и почему Foundation хорошее решение для конкретных направлений, конкретных направлений. То, что Render Network стали Foundation, это очень, очень, очень хорошее событие. Многие это, ну, не многие, а вообще, медиа на это не обращает внимания, но это нормально, поскольку медиа не обращает внимания на самые опорные изменения, которые или в будущем погубят компанию, или же открывают для него фантастические возможности. Так что, то, что Render Network стала Non-Profit Foundation, медиа этого абсолютно не реагирует. Но вот то, что далее Render Network логотип появился на официальной странице Apple, на скрыне iPad, там 3D-модели, красивые очень, и видно программное обеспечение Render Network. Конечно, вот это сделано свое дело, подняв цену почти на 10 раз, в 10 раз с пола. Важно то, что я получил несколько писем и комментарий насчет того, то, что когда я поставил в Telegram-группе что мы видим Render Network на официальном сайте Apple, многие сказали мне, что из-за меня, из-за моих рекомендаций 10 месяцев назад, когда я сделал видео про Render Network и iExec, который инвестирует Intel, это вычислительная мощь всех процессоров, гаджетов, в которых есть чип Intel, Intel получает миллиарды девайсов, а из каждого можно использовать например 1% мощности, с помощью 5G сетей иметь безграничное количество децентрализованной мощи для вычислительных нужд и дать это в аренду и для компаний и корпораций, которые нуждаются в таких мощностей для искусственного интеллекта например или же для NASA многих расчетов то есть Intel заинтересована вычислительной мощью, которую сеть будет предлагать iExec а Apple 10 месяцев назад были разговоры, что заинтересован был Render Network я в видео говорил, что Apple ухаживает за Render Network не сказал, что купили не сказал, что они в партнерстве потому что факт остается фактом, что на разговорном уровне Apple просто была заинтересована технологией и то, что Render Network сконвертировались на Non-Profit Foundation это открывает всю картину что произошло с Apple с Render Network и другими кто были участниками использования технологии децентрализованных рендер мощностей графических мощностей но я много писем получил и комментарий что когда я рекомендовал Render Network цена была 8 долларов сейчас а потом она упала до 0 20 центов сейчас выросло 2 доллара и ты ставишь пост что вот видите то что я рекомендовал выросло в 10 раз хвастаюсь давайте я очень хочу чтобы этот момент вообще любой момент был полностью прозрачен и понятен во-первых инвестиция для меня это нахождение проектов которые имеют отличные технологии и имеют перспективу для внедрения есть рынок где эта технология нужен рынок который нуждается в этой технологии очень сильно и мое дело делать находить проекты до того как эти проекты будут в рынке и всегда на этом канале я говорю что и на этом и везде всем близким тем кому я делаю финанс финансовые рекомендации делаю портфели я всегда говорю у тебя нет цен ты должен это у себя в первую очередь поставить когда ты смотришь на проекты в этой сфере я объясняю почему если не запоминаешь сделай список поставь перед компьютером каждый день смотри на этот список где есть 5 пунктов первое мы говорим про сферу где будет токенизировано как сказал директор банка англий все здесь будут в этой сфере будет все все деньги неважно это токенизированные металлы например золото или любой другой металл камни долги деньги акции индексы real estate все будет токенизировано под понятием токенизировано значит будет использована одна или несколько платформ программных решений которые гарантируют безопасность и качество использования переводов получения этих токенов у тебя в рынке таких не сотни можно выделить несколько и сразу же отфильт отфильтровать понимая за каждым проектом кто стоит и в каком направлении они развивают эту платформу так вот первое понимая что в этом секторе будут все деньги но в этом секторе сейчас 1 триллион долларов если приблизительно приставить через 2-3 года у тебя будет максимум 5 лет у тебя будет 200 триллионов долларов как минимум чтобы осознать масштаб изменений которые происходят сейчас не важно насколько вы понимаете в глубине какие отрасли на передовой а какие немного тормозят с переход все равно все меняется будет меняться и для этих изменений вам нужно участие чтобы потом ну обидно будет если потом скажете я видел как все это изменилось менялось у меня на глазах не за месяцы а годы но я из-за того что один год цены были высокие я купил по высоким ценам например по ценам 2022 года не выдержал в 2023 году продал все например чтобы такое не было чтобы вы всегда коротко смогли себе напомнить что важно для меня это то что тут 1 триллион долларов через несколько лет минимум 200 триллионов потом приблизительно суммарно будет 600-700 а потом уже еще выше нормальное количество денег в этом рынке это 700 триллионов долларов в течение одного цикла то есть в 8 лет Кейди Вуд например говорит что через 2 года будет 200 триллионов она очень оптимистичная не с воздуха оптимистичная нет ну я например всегда говорю до 2025 года по крайней мере нужно ждать второй пункт регуляции которые будут ставить в категориях вот этот токен это деньги это токен это как например металл или какие-то ресурсы поставим вот тут классификация должна быть это акции это не акции не золото не что-то другое это абсолютно новый класс активов для этого мы поставим сделаем законы юрисдикции все касательно того что вот есть у нас новый класс активов по факту и в этот класс активов войдут финансовые инструменты которые составляют часть программного кода без которого эта вся программа она не будет работать и разница например с акциями это то что акция может у тебя езжать тут на полке то что она просто там лежит на него пыль лежит это не мешает компании работать той компании чья акция у тебя лежит продукты то же самое продали все это не нужно им чтобы они работали а вот токены которые работают например как транспорт верификация своей сети без этих токенов никак ничего не поставить не вынуть из этих сетей поэтому они и имеют ценообразование исходя из количества использований перспективы на использование и общая рыночная ситуация в этом секторе и глобально то есть у тебя будет новый класс активов но для всего этого нужно второй пункт регуляции законы чтобы они были а самые ближайшие законы которые мы видим это например классификация токенов в течение трех лет то что финансовые учреждения в том числе и банки могут хранить свои активы или же конвертировать тире токенизировать и хранить свои активы в таком виде будет начиная с 2025 года откуда я знаю это потому что в репорте базал 3 законодательства так сказать для центробанков написано что базал 3 можно будет применить инновационные технологии тире криптовалютные технологии для хранения транспортировки активов также банки получат возможность иметь хранить свои резервы до 2 от 5 но это начальная цифра в криптовалютах подразумевая под этим новый класс активов ни акций ни золота ни что другое ни токенизированные их версии нет новый класс активов поэтому это так пишется а это начинает с 2025 года то есть у нас из 5 пунктов есть первое все деньги но только пока что 1 триллион второе регуляция которого нету да еще в регуляции добавлю то что регуляция будет не щадить никак половину и больше проектов которые есть на данный момент в этой сфере это нужно понимать как например ты инвестировал 10 проектов скажем или фонд какой-то когда он знает что вот эти-эти-эти проекты они умрут что он сделает он выйдет оттуда и направит свои средства в те проекты которые не умрут после регуляции то есть регуляция если до регуляции до всего этого ты будешь выбирать набирать в себя портфель из проектов которые настолько они важны нужны что они точно настолько они эффективны что они точно после регуляции останутся ты должен понимать что регуляция поможет этим проектам оно возьмет деньги от мертвых те которые умрут и направят туда также регуляция даст возможность финансовым учреждениям войти в этот рынок но уже фильтрованный список проектов скамы всегда будут но периодически будет там мечом так рубить убывать многих проектов третье что у тебя нету в этом рынке в этой сфере криптовалютных технологий это институционарный сектор почему нету институционарного сектора потому что нету регуляции много фондов финансовых разных учреждений не могут сейчас войти масштабно в этот рынок начиная с крупных например фидалити которые дали заявление что они готовы поставить там они написали 20% своих портфолио в направлении криптовалютных проектов не помню 7 триллионов или 8 триллионов фидалити тот же BlackRock или Goldman Sachs инвестиционный банк то есть у тебя нет вообще институционарного сектора эти три пункта добавим еще четвертый пункт это то что к интернету подключены примерно 4 миллиарда человек Facebook например 2,5 миллиарда юзеров где-то тоже самая цифра наверное до 3 миллиардов у Google у тебя весь криптовалютный сфера 300 миллионов людей которые как-то что-то узнали открыли кошелек в Metamask или купили что-то 300 миллионов юзеров вместо того чтобы здесь иметь хотя бы 1-2 миллиарда у тебя 300 миллионов людей в этом рынке почему я эти пункты говорю что нужно написать и поставить у себя перед компьютером или где-либо на телефоне на скрине поставь и периодически смотри потому что если как инвестор ты думаешь на долгосрок что важно любой любой у кого есть немного понимания в инвестиции скажет тебе важно это найти хорошие проекты с перспективой перспектива это нужда в рынке хороший проект означает что этот проект решает вопрос второе насколько качественно решает вопрос перед которым стоит весь рынок если на эти два можешь ответить в таком случае этот проект имеет очень сильную перспективу более детально можно посмотреть так первый пункт какой вопрос решает эта технология если ответ у тебя вот как Surrender Network 10 лет назад мне нужна была белья мощности я подарок получил очень сильный компьютер но это индивидуальное решение а не решение для рынка сейчас этот компьютер очень старый и если сегодня мне понадобится мощности для анимации я буду пользоваться Render Network так что вопрос был активен 10 лет назад вопрос активен сейчас автоматический Render Network ставим что оно да решает одно из самых важных вопросов в рынке второе насколько качественно оно решает это пожалуйста загрузи Cinema 4D на армянскую в целом загрузи Cinema 4D поставь какие-то 3D модели подключи Render Network нажми Render увидишь насколько кратчайшее просто это не минута даже отправляется сцена туда Render делается там и отправляется тебе сколько это стоит тебе выгодно ты будешь этим пользоваться я с моей точки зрения скажу 100% буду и тогда когда выбирал этот проект и тогда говорил что точно я буду если я буду заниматься анимацией Render Network у меня в первую очередь будет поставлена рядом с CDMAX или Maya так вот когда я рекомендую 10 месяцев назад проект у которого нету никаких официальных сильных партнеров а только разговоры есть программа это такая вещь которую можно написать еще раз то есть тебе не надо тебе очень будет вести если ты сможешь продать иметь партнеров потому что сильные партнеры часто они или же покупают тебя целиком чтобы иметь эксклюзив или же если ты не готов они будут стараться сделать свой собственный вариант того же программного кода будешь судиться с ними пожалуйста судись с компанией у которого несколько миллиардов долларов у тебя не хватит сидеть просто и ты проиграешь в конце поэтому когда я рекомендую проект который я покупаю у себя чтобы поставить в портфолио я и это беру во внимание насколько это конкурентоспособно ну ладно Apple заинтересована в рендер нетфорк как рендер нетфорк что оно должно сделать потому что продаться Apple это не хорошо для рендер нетфорк это реально плохо для перспективы этого проекта потому что Apple будет 100% такие эксклюзивы поставят что этот проект больше ни с кем не будет работать я это учитываю и когда рендер нетфорк превращается в non-profit foundation сразу становится ясно что партнерства с Apple нет и не будет не важно что там логотип на iPad Apple поставит логотип на своем грядущем например презентации покажут какая технология оно пользуется каким технологиям оно пользуется только для того чтобы показать что они на передовой но никаких эксклюзивов на основные функционалы сети рендер нетфорк Apple не может иметь после того как рендер нетфорк стала non-profit foundation эксклюзивное партнерство забываем я рад этому очень очень рад потому что делая это рендер нетфорк открывает весь функционал для всего рынка а что хочется что еще хочешь для будущего проекта это одно из самых больших событий которое произошло в рендер нетфорк превращение его в non-profit foundation цена в 2022 году когда я делал видео было 2,5 доллара предположим я бы сделал видео когда это было 8 долларов когда я 2-3 дня назад поставил рендер нетфорк в телеграме и 10 месяцев назад когда делал видео я не слова не сказал про цену потому что повторяюсь я про цену вообще на цену буду смотреть только после того как будут эти пункты в этом рынке если нету этих пунктов значит рынок еще даже не родился нет никакой инструмент чтобы понять вот сколько это стоит приблизим почему оно стоит вот столько у тебя есть рендер нетфорк который на эмоциях без со старой токенамикой компания которая компания можно купить можно купить закрыть уничтожить эти технологии просто в том смысле что все взять себе у тебя такая ситуация и оно например в начале 2022 года стоит 8 долларов давайте масштаб просто поймем изменения и цены чтобы понять имеет ли смысл смотрите на цену без ничего рендер нетфорк стоит 8 долларов токен потом рендер нетфорк без ничего стоит 0.20 центов партнер не партнерство а легальное открытие всему рынку возможность всему рынку использовать технологии рендер нетфорк фондейшн то есть с фондейшн конвертированной фондейшн с новой токенамикой которая делает токен рендер рендера дефляшн она будет уменьшаться в количестве с новой экономикой и с фондейшн и с логотипом как одна из передовых технологий на официальном странице бренда который в топ 5 брендов всего мира в сфере технологий инноваций то есть со всем этим рендер нетфорк токен стоит 2 доллара если кто-то думает что вот все это сколько должен должно подняться токен рендер нетфорк чтобы оно олицетворяло то все что происходит с ним на этот момент если без всего этого 8 долларов и 20 центов то есть почти 0 и 8 а сейчас 2 то есть когда люди говорят что из-за тебя например я вошел в проект и этот проект упал и например мне больно это потому что я получается не могу объяснить в какое время и куда ты входишь мне мне часто говорят что я зло в фильме а уже не барон Николас Кейдж концовка фантастическая там говорит я могу быть для тебя ненавистным человеком злом самым адским но к сожалению я необходим зло так что я всегда думаю так если я понимаю что я делаю окей для меня быть злом когда я говорю что я покупаю этот проект ставлю его портфель исходя из тех пунктов по которым он должен соответствовать чтобы иметь статус попасть в мой портфель и для меня важно если уж мнение то мнение человека который намного опытнее фильтрации проектов в том или иной сфере я не однажды говорил что например Уоррен Баффет для меня он это книга человек книга и как я стараюсь объяснить каждый проект почему я в это инвестирую почему Уоррен Баффет я люблю его потому что он тоже легко может объяснить то есть извини Билл Гейтс ты мой друг но я абсолютно не понимаю зачем Microsoft какие коды для меня понятно ферма птицы яйца удобрения я инвестирую туда для меня понятно в секторе анимации проблема что делает Рандерт Network я инвестирую туда докусайн понятно инвестирую туда пользуюсь приложением хинфин в 2019 году пользовался и видео сделало об этом что пользовался мне очень понравилась простота решений ты отправитель средств этот человек должен получить ты ставишь контракты по исполнению которых этот человек получает какую-то долю нужно супер нужно для меня очень нужно и этот проект попал меня в портфель через два года этот проект на R3 партнерство с R3 и возможно settlement method тоже может быть использована например HDC от хинфин через два года это было таки много проектов которые я оставлю свой портфель как ценность то что у хинфин R3 то что у Render Network на официальном сайте Apple и то что Render Network сейчас Foundation это плата для меня той времени которое я трачу чтобы понять хочу я проект иметь в портфеле или нет я никогда не трачу время чтобы понять этот проект токен стоит дорого или дешево ни разу не было такое начиная с 17 года мне часто было так очень много и будет еще много будет например в Тумо я договорился чтобы начать финансовые уроки мы в школах не проходили финансы абсолютно наша финансовая безграмотность во многом видно как мы выбираем во что инвестировать и когда инвестировать я могу ошибаться исходя из как это слово говорило да Стив Джобс употреблял это слово экстраординарнее я могу ошибаться как и любой и Майкл Бюри человек просто нервы не выдержали два дня назад удали твиттер потому что он сказал я ничего не буду купить я продаю просто этот рынок а он рос человек получилось ему сколько многих комментов написали что из-за тебя мы продали а оно выросло Майкл Бюри который он тоже топ для меня он топ я очень часто читаю его статьи его работу слежу за его работой так вот ошибаться на год что планы повернуться но самое важное понять из-за чего ошибся это очень большая плата я всегда думаю так если где-то мои инвестиции не уходят туда куда надо самое важное это в конце понять почему потому что получается что я просто дал вот эти средства чтобы узнать это это нормально я не учился финансовой школе я не учился или где-то еще я как фильмов так и в IT проектах так и в инвестиции я могу с поднятой головой сказать что я выбираю проекты до того как они попадают в список самых больших сильных компаний в том числе R3 Apple и Microsoft Intel Amazon Coca-Cola у меня в портфеле такие вкусные есть проекты и если что-то у меня немного не в ту сторону из-за экстраординарных времен времен времена которыми мы живем Michael Beauty последняя статья которую я прочитал про это сделаю в видео это очень так интересно получилось то что я делал параллельно и читал эту статью заслуживает полностью отдельного видео но в этом видео просто скажу так что я не говорю про цены проектов всегда говорю что в этих в этом рынке нету цены буду повторять я сделаю все возможное в моих силах чтобы возможное в моих силах чтобы максимальное количество людей инвестировали в хорошие проекты если у вас есть свой способ фильтровать и находить хорошие проекты я двумя руками за пожалуйста если вы думаете что давай возьмем вот этого вот этого вот этого человека и отфильтруем от них вот или в той сфере где у вас есть опыт только исходя из этого опыта инвестировать в крипто проекты которые на эту сферу будут работать супер я много раз свое выступление сейчас скоро уроки начну для детей ну не для детей а школьников высших классов потому что я думаю одна из самых ценных вещей которыми должны сделать это передать наш опыт и наше понимание особенно когда любому начинает быть доступна инвестиции ты должен понять что это будет бойня это просто будет бойня и в эту бойню попадут сто процентов и много твоих близких людей и близкие люди поэтому тут важность это уделить немного времени и дать свой вариант на обучить то что я знаю я это обучаю инвестиция никогда не гарантия что в этой компании бомбанет сделает тебя миллиардером инвестиция это возможности как и любые проекты которые мы делаем чем больше у нас будет чем мы чем больше мы будем создавать для себя возможности с умом конечно а не инвестируя в SHIB скажем я не против если кто-то инвестирует в SHIB но моя мысль в этом чем больше мы будем создавать для себя возможностей в рамках своего понимания тем выше шанс иметь хорошую жизнь а если доступ дается инвестировать начиная с первоклассника одна из важных вещей это чтобы мой друг тоже присоединиться он сделает программ как на программном уровне программирование то есть как понять проект из себя что-то представляет или нет очень интересные несколько уроков от него будет так что я злой из-за которого вы купили RenderNetwork когда у него не было ничего он стоил 8 долларов или 2 доллара после моего видео или вы купили RenderNetwork после этого видео если я буду этим злом я с удовольствием буду этим злом мне не привыкать уже с 17 года и одна из моих целей повторюсь это чем больше людей я вовлечу в эту сферу тем лучше потому что я говорю что это финансовое преступление в этом в это время имея интернет зная как нужно читать мы уже все знаем как читать но остаться в стороне это финансовое преступление в первую очередь к себе к своим детям я никогда своей маме папе не говорю что они сделали финансовое преступление или дедушке бабушке когда они не инвестировали в интел в microsoft в imd nvidia о их цельского который сказать они не делали ничего преступного у них не было возможности ни открытости ни доступа ни понимания тотальная безграмотность а у нашего поколения есть открой читай что такое эфириум для чего эфириум какие планы в 2032 году что будет в 2035 что будет не только эфириум так что да я за то чтобы мы не совершали финансовое преступление против нас и против наших детей конечно когда ты будешь вливать тут средства на каждую идиотскую вещь потом сказать что из-за маркетмейкера или я ставлю на то что когда будет буллран и вот мое идиотство тоже вот этот идиотский коин тоже поднимется это твое решение но это не инвестиция ставить на то что когда будет буллран все поднимется а если буллран будет во время регуляции или после регуляции или во время буллрана маркетмейкеру сотни раз легче дешевле поднять то что вот имеет сотню причин подниматься почему ему тратить на самое ненужное самое трудное самое дорогостоящее так что инвестиция это понимание проектов хорошая инвестиция это нахождение проектов до того как они в топе если это в рынке акций тогда цены конечно нужно понимать почему это стоит все так или столько или другое но это если в рынке криптовалют повторяю список 1 триллион минимум как китивуд говорит 200 триллионов но для меня минимум как я не считал это 600-700 триллионов вам решать 1 триллион в рынке всего в рынке нету регуляции в рынке нету инстанционального сектора в рынке только 300 миллионов человек которые слышали и знают что такое биткоин в таком рынке смотрите на цены и говорили что что-то дорого сразу же задайте себе вопрос рендернетфорк сегодня 8 долларов когда он не имел ничего это дорого или нет предположим вы сейчас смотрите на рендерфорк купить или нет она стоит 2 доллара сделал уже 10x за месяц 2 доллара задумайтесь нужно ли купить может дорого все-таки или дешево по сравнению с чем с 8 долларов что дешево что дорого когда составите список компаний которые дают возможность децентрализованных мощностей для рендеринга есть готовое программное решение которое работает можно скачать составьте список этих компаний будете иметь все конкуренты рендернетфорк посмотрите на токены разделите свои средства по каким-то процентам между ними и у вас будет портфель компаний которые предлагают на данный момент предлагают вот этот сервис и между ними уже можете можно посмотреть вот это foundation вот это компания которая нацелена на какое-то специфическое решение или же хочет продаться Cinema 4D чтобы Cinema 4D использовали только это но это такого не будет это будет просто ловко и такое уже было я читал про это в интернете Cinema 4D никак не выгодны или 3D Max или Maya Autodesk компании никак не выгодно иметь эксклюзивный контракт с какой-то такой компанией не имеет смысла рынок будет тянуться туда где есть открытость технологий полного пакета для меня Render Network не был дорогим когда было 8 долларов сейчас недорого 20 центов недорого сколько оно будет стоить 100 200 тысяч долларов что мне сейчас максимум что я могу сделать это приблизительно понять сколько триллионов будет в этом рынке не знаю регуляция скольких отрубит голову не знаю то есть эти сколько триллионов в какие проекты войдут самые максимальные что ты можешь здесь сделать это просто Fibonacci перспективные цены которые просто на уровнях Fibonacci потому потому что не зная сколько средств регуляция постепенность классификации такси много чего есть ты не можешь сказать сколько будет стоить вот это единственное что ты и не имеет смысла сейчас над этим этим думать я всегда говорю так для друга позавчера вчера извините сделал портфель для друга начально 200 долларов поставил сказал что каждый месяц будет ставить 200 долларов я для него куплю там проекты ставлю он говорит это дорого я ему объясняю и в конце я его очень люблю он мой один он единственный мой остался после у меня было два друга один умер что я хочу сказать что я снова злорадствую делаю для своего друга портфель и для очень многих студентов скоро буду помогать в создании портфеля и моя опора что в этом рынке нету цен ни из чего взять цену ни из чего понять сколько что будет стоить единственное что важно делать сейчас находить проекты которые рынок нуждается в них и децентрализованная сеть дает возможность реализовать эти проекты ранее не было сильной возможности из-за централизованности все были направлены на централизованное решение потому что централизованное решение это централизованная капитализация прибыли, которую этот проект принесет. С децентрализацией дается возможность использования очень многих индивидуальных гаджетов, аккаунтов для разных решений. Сохранение файлов, гарантий сохранности и многое. Единственное, что нам нужно делать, это находить хороший проект. Чем я и занимаюсь. Периодически получаю письма, что я зло. Но это я необходимое зло. Так, следующее видео будет про Майкл Бюри и статью, которую я читал и что происходило параллельно. Такие вещи бывают редко. эмоционально для тебя это какой ужас. Какие времена мы живем. С другой стороны, это очень интересная вещь. Вторая будет про это. Третья будет про технологии, которые передавают на тренде. Они на тренде, потому что они уже очень нуждаются в них. Рынок. И я, который сделал свой маленький проект, то есть у меня этап, первый этап готов. Но даже для этого первого этапа, насколько все бардак и в блокчейне, насколько все на стадии дос. В сфере блокчейна. Реально на стадии дос. Понимая чего я нуждаюсь, когда делал свой проект, и понимая, почему рынок будет просто двумя руками браться за проекты, которые будут решать эти вопросы. Основные тренды будут в первую очередь это наконец-то что-то делать, чтобы эфириум стал таким проектом, который можно использовать. Господи. То есть масштабирование. Масштабирование сети эфириума с помощью закерлапов и других альтернативных возможностей. Какие проекты на передовой и как они работают. Мы используем какие проблемы мы видели, когда тестировали и поставили эти проекты. Почему решили использовать например вот этот, а не другой. То есть про это тоже будет видео. Несколько есть хороших идей. Все. Желаю вам доброго вечера. Злорадствуйте. Берите ответственность на себя и злорадствуйте. Спасибо. Увидимся. Увидимся. Увидимся.